С Новым годом по лунам и календарю связано множество обычаев и традиций, например, искусство живописи по дереву Нянхуа. Этими картинами принято украшать дом во время праздника весны. О значении изображаемых сюжетов и о важности этого культурного наследия в следующем сюжете. На этой новогодней картине изображен Чжу Гай Лян, знаменитый полководец и государственный деятель периода Троицарствия в Китае. Современные китайцы приравнивают его к числу божеств, называя богом дверей. Они верят, что он приносит знания и мудрость, а также охраняет дом от злых духов. Такие картины называют Няньхуа. Это древнее искусство живописи по дереву. Традиционно ими украшают дом в канун праздника весны. С помощью живописи рукомастера воплощает то, чего люди желают в своих сердцах. Изгнать злых духов, предотвратить стихийные бедствия, защитить, привлечь богатство и процветание и другие пожелания. Благодаря искусству живописи и мастерству художников все эти желания оказываются на картине. Город Мянчжу, откуда родом Чэньцянь, находится на юго-западе китайской провинции Сычуань и славится богатой историей искусства Няньхуа. Художники Мянчжу расписывают картины вручную и в основном выбирают тяжелые насыщенные цвета. Поэтому и результат получается ярким и красочным. В городском музее Мянчжу хранится одна из ценнейших реликвий Китая – картину ручной росписи времен династии Цин. На ней изображен парад во время праздника весны. Фольклорные коллективы – китайская опера, танцы драконов и кульминация – обычай под названием «Порка весеннего быка». Когда старейший житель села трижды подхлёстывает плетью специально изготовленного из глины весеннего быка, тем самым объявляя начало пассивных работ. Это единственное древнее сохранившееся полотно, на котором так подробно изображены народные обычаи праздника весны. Поэтому эта картина уникальна. К тому же изображение очень реалистичное, что даёт нам хорошее представление о жизни и традициях людей того времени. Ченгань – ученик и старший внук одного из самых известных художников Няньхуа в Мянчжу. И один из немногих оставшихся мастеров резьбы по дереву. В наши дни, наверное, уже мало мастеров резьбы по дереву Няньхуа. И такие картины встречаются редко. Многие посетители думают, что эти картины либо напечатаны, либо просто раскрашены. И когда они увидят мою работу, понимают, что новогодние картины в Мянчжу на самом деле сначала вырезают на деревянном бруске. Ченгань гордится своим ремеслом и надеется сохранить эту прекрасную новогоднюю традицию. Ведь картины Няньхуа не просто украшают двери и окна в доме. Они отражают надежды и мечты людей на будущий год.